так продолжаем поместье губернатора дополнительной информации о бунтовщиках нарушающих спокойствие януса позволит сузить ареал поисков ставки их командования и ускорить процесс смирения мирного населения в поместье губернатора мы еще с кем-то можем пообщаться губернатора рекомендовал начать поиски ставки бунтовщиков с опроса подданных и свидетелей покушения допускается вероятность получения необходимых данных от участников сговора вне зависимости от их витального состояния а как не опрашивать трупы о человек с именем атилиус квинт сгорбленный мужчина в манте адепту с администратом просматривать данные на инфопластине то время как его механические руки с тихим стрекотом покрывают письменным письменами длинный свиток заметив ваше приближение человек растягивает в улыбке тонкие губы и почтительно кланяется свечение в глазах сверва черепа над его правым плечом мягко пульсирует сервый череп над правым плечом не вижу ваша светлость какая честь общаться обращаться к вам лично позвольте представиться атилиус квинт префектус официо акрикалте протокол нашей беседы я сохраню навсегда о каком протоколе беседы речь ваша светлость каждый разговор с высокопоставленными лицами я тщательно фиксирую а после лично заполняю все семь сопроводительных форм атилиус привычным движением скручивать за полу заполненный свиток убирает его и достает новый ваши слова и суждения в надежных руках легким движением механических пальцев атилиус заполняет очередную строчку ну и конечно же какая удача впервые за годы моего служения геральт навис нобилити посещает янус приветствую о почтенная кассе тисфифе эври эври аэлла леди навигатор дома арселио и от снисходительного все вернее от снисходительного взгляда и уверенной осанки до негромкого но властного голоса выдает в кассе наследницу великой династии зачарованный секретарь выводит каждую букву ее имени с особым усердием похвальная предусмотрительность странное занятие но можешь продолжать прекрати запись немедленно почему это похвальная предусмотрительность благодарю вас такие моменты как появление вольного торговца нужно сохранять для истории что ты думаешь о вестенце в яд ох признаться новости ее аресте меня поразило до глубины душе мне позволено говорить откровенно признаться я и слова дурного не могу сказать о губернаторе в яд и надеюсь что когда вы оцените ее усилия ваш гнев сменится милостью сомневаюсь госпожа губернатор прекрасный лидер она отлично во всем разбирается и никогда не путает формуляры я не лезу в ее личные дела но если позволите говорить прямо на мой взгляд женщина которая так изумительно заполняет документы не может быть плохим человеком что скажешь и помощница губернатора ирлеет признаться честно ваша светлость она производит на меня самое удручающее впечатление разумеется я ни в коей мере не оспариваю мудрость госпожи губернатора кому как не ей видеть истинную меру индивида даже если этот индивид мутант впрочем ее личные особенности маг могут быть интересным предметом изучения мага с биологи с это вытянутая форма головы эти глаза судя по черепу который мне передали для отсылки на футбол подобные аномалии развития на янусе не при чудо природы а некая наследуемая черта о каком черепе речь удивительная надо сказать вещица настоящая аномалия секунду покопавшись своем стоящим рядом контейнере где контейнер атилиус извлекает на свет сверток который немедленно разворачивает смотрите мне кажется что законченный предмет искусства планировали преподнести в подарок госпоже губернатору но в сложившихся обстоятельствах мне едва ли удастся отправить его на футбол в ближайшее время контейнер рядом где я не вижу микадендриты техно жильца с интересом раст протягиваются в сторону атилиуса кажется слегка его нервируя сохранность и комплектация достойного уровня жаль что внутри он пуст из него мог бы выйти подобающий вольному торговцу глашатый серво череп не классический подобная дикоинг отлично будет смотреться на моем рабочем столе уберите его с глаз моих разбить череп какое отвратительное варварство нет почему нас вон черепа везде применяются даже вот сейчас мы видим как минимум один статуи все с масками черепов что а да конечно разумеется что угодно ваш светлость если это поднимет ваше настроение после недавнего инцидента предмечен предметы получены череп странной формы старательно очищены и отмыты и останки окей каковы твои обязанности милостью бога императора я надзираю за административным аппаратом на планете и исполняю обязанности секретаря я также отвечаю за логистические операции необходимые для снабжения планет династии фон валансус и своевременную передачу податей официальным сборщиком империума к слову о династии фон валансус когда отправлялись последние поставки когда в последний раз появлялись корабли сборщиков поставки о ваш светлость поставки в полном порядке все продукты и прочие позиции приготовлены к экспорту и ожидают прибытия кораблей она нам говорила что проблемы однако учитывая положение дел на планете янус едва ли сможет предоставить хотя бы еще один транш свыше приготовленного уверен в ближайшее время ситуация будет исправлена когда последний раз появлялись корабли сборщиков о ваш светлость признаться мне до сих пор не довелось воспользоваться священным протоколом передачи податей так как в последний раз корабли империума появлялись здесь еще при моем предшественники подумать только ведь это было десять лет назад надеюсь логистам виноватым в такой несправстительной ошибки снимут головы расскажи про янус что творится на планете увы ваша светлость бунты в последнее время доставляют нам слишком много проблем повстанцы вмешиваются в налаженные процессы срывают поставки саботируют работу сервов убиты даже несколько дворян и самое ужасное некоторые из них занимали важные административные посты пока их наследники не пройдут предварительную проверку не заполнят все формуляры и не дождутся официальной процедуры назначения некому будет подписать необходимые бумаги это бюрократическая катастрофа да это самое страшное отсутствие нужной подписи в данной ситуации конечно же страшнее всего вот он меня понимает атилиус квинт разумеется финансовые отчеты логистические распоряжения накладные на пищевые пайки без под без подписи глубоко уважаемого и ныне покойного главы дома закарис были остановлены доставки в поселке серии гида 24 наследники все еще разбираются с порядком передачи владений а рапорты сообщают что четверть работников из затронутых поселков уже умерла от голода а большая часть оставшихся покинула периметр и до сих пор не возвращена на положенные и места то есть ты из-за отсутствия какой-то подписи саботируешь работу и поставки продовольствия рядом может быть соседней системе расстояние вещь относительная с этим не поспоришь если так будет продолжаться и дальше ума не приложу к чему это способно привести существуют миры охваченные войной на протяжении поколений поколений ваша светлость как-то безумная планета у безымянной звезды совсем недалеко от нашей мирной системы говорят тамошным обывателям покровительствует вольный торговец винтерскил подумать страшно что он там устроил я хочу знать подробности где и как повстанцы наносили удары известно кто руководит как вы боретесь конечно конечно я с я радостью предоставлю вам все данные последние месяцы произошло 15 организованных атак и 7 терактов пострадали растительные установки оградных секторов с 3 по 5 транспортировочные пути 274 13 а также должно быть должно быть это мало о чем вам говорит позвольте он суетливым жестом нажимает несколько кнопок на экране своей инфопластины и на вашем кагитаторе возникает трехмерная карта планеты с координатами атаку вот 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 в таких вопросах вот такие люди лучше всех логика успех данные отчетливо систематизированные и схема наглядно отражает действия повстанцев на первый взгляд в них нет никакой логики но проанализировав данные и особенности рельефа вы замечаете определенную системную систему явно указывающую на географическую схему в нападениях получено 9 опыта известно кто руководит повстанцами повстанцы неплохо вооружены и обучены более того советники госпожи губернатора склонны полагать что зачинщики бунтов прекрасно знакомы с рельефом и климатическими особенностями планеты мои ординаты денно и ношно просматривают регистрационные записи жителей прошедших военную подготовку но пока вычислить негодяя не удалось как вы боретесь с повстанцами работники службы безопасности выслеживают тех кто поддерживает повстанцев а регулярная стражей уничтожает этих вредителей без всякой жалости но они про и появляются снова и снова мои писари сбились с ног протоколируя все публичные суды и казни но я убежден что вскоре губернатор найдет решение довольно разумеется чем-то что ты знаешь нападение в поместье отвратительный отвратительный инцидент не могу поверить что эти негодяи посмели подобраться так близко еще и втянули в это дворянство раз они проникли в поместье им явно помог кто-то из них чемных слуг сейчас охрана допрашивает выживших но виновного пока не нашли пока атилиус квинт неприятно улыбается дворянин дворянин ну куда от вас так здесь мы уже все посмотрели пойдем посмотрим тогда опять здесь на мат завлю каждое ваше слово цель безопасности массивный мужчина в униформе офицера губернаторской стражи без напряженно наблюдает за подчиненными окружившими здания почувствовав ваше приближение он резко оборачивается бледнеет и низко кланяется ваша светлость прошу не подходите к дому слишком близко там укрылся один из террористов участвовавших в сегодняшнем нападении он может быть опасен кто ты такой офицер безопасности при госпоже губернаторе мне жаль что вы стали свидетелем сегодняшнего инцидента ваша светлость уверяю вас подобного больше не повторится что здесь происходит свидетелем ага ваша светлость разрешите доложить мы проводили зачистку территории после нападения были арестованы или устранены все убийцы кроме одного офицер злок ревица он заперся внутри уже ранил двоих кто пытался подобраться к нему но можете не беспокоиться мы вот-вот потравим его и вычистим усадьбу от этой грязи до конца один ошмак выставил против всей стражи усадьбы и продолжает чинить проблемы на и в прийти его бы давно довозвели в чин капитана и поставили лично охранять губернатора ибо видит великий из вас всех он здесь самый толковый офицер нервно поправляет ворота мундира резко ставший слишком тесным исправимся сейчас же клянусь сторонам исправимся вы хотите отравить повстанца кто этот человек что особого в этом здании я хочу поговорить с человеком внутри избавьтесь от этой крысы то этот человек офицер досадливо морщится признаться ваша светлость меня этот вопрос занимает не так сильно чем проблема очистки территории мы не рассчитываем получить от него сколько-то ценные разведданные разве что найдем что-то на его теле после того как закончим свою работу что особого в этом здании это одна из технических построек к счастью на момент нападения здание пустовало внутри нет заложников или невинных людей как по мне то это был первый дом который попался убийцы на пути к отступлению мы успели перехватить остальных но этот успел окопаться это не пустующая техническая постройка а не активная резервная крипто для хранения хладагента и холодильного оборудования это же очевидно твоя не сведущие не сведущие угнетает слуга виноват хочу я с ним поговорить нет ну давайте попробуем вы уверены это не вполне безопасно ваша светлость офицер невольно ски окидывает вас оценивающим взглядом ты смеешь оспаривать мое решение прочь с дороги офицер схват похватывается и снова низко кланяется простите ваш светлость сделайте что сочтете нужным по знаку офицера другие стражи почтительно расступаются открывая вам проход к двери что-то я не вижу чтобы они расступились раненый повстанец при вашем приближении из-за массивной двери в доносятся высокий мальчишеский голос пошел вам я живым не дамся лучше пустить себе заряд в голову чем попасть в сам губернатора так напор шанс успеха 75 сто семьдесят сто осмотреть двери массивная дверь выглядит внушительно однако вы замечаете темные следы у петель верный признак деградации материала замок в двери так же блещи были не блещет новизной при наличии подходящего инструмента его легко можно вскрыть сломать замок у вас уходит с полминуты на то чтобы разобраться с допотопным механизмом с тихим и шелчком дверь открывается позволяя проникнуть внутрь опыта получено 9 внутри царит полумрак но вы замечаете в дальнем углу человека в руках он отчаянно сжимает разряженное лаз ружье при виде вас его глаза расширяются от осознания и ужаса не может быть вольный торговец молодой мужчина еще совсем мальчишка падает на колени и поднимает от кровавленные руки его одежда на боку обожжена и вымазана в запекшейся кровью ваша светлость пощады вы хозяин планеты только у вас есть власть спасти нас и это один из тех самых неуловимых и хитрых постанцев с которыми который месяц воюет губернатор серьезно спасти от чего от губернатора в яд здесь все знают что она творит с нами мы долго терпели надеялись что кто-нибудь вмешается поможет так и не дождались она она превратила целый мир в забойник для гроксов крупная полу домашние полуодомашненные рептилия чаще всего разводится как скот или используется в качестве вьючного животного людей забирают из поселений якобы во дворец и их больше никто не видит ее слуги что-то льют на поля и после этого люди сходят с ума слышат голоса и видят злых духов и пока мы гибнем она сидит за своими беленными стенами и пируют на наших костях меня учили чтобы все плебсы склонны преувеличивать собственные страдания от ленности и слабости духа но этот парень багряные шипы пронизывают все его тело а сизые кандалы сковывают руки и ноги и шею словах нет лжи лишь безграничный ужас и отчаяние люди видят злых духов говоришь кто стоит за бунтовщиками как вы посмели восстать против вассала империума нет злые духи да другие звери еют и начинают бросаться на близких а еще мальчишка понижает голос говорят в некоторых поселениях ну совсем перестали соблюдать законы и имперский и и обычные человеческие люди буквально в зверей превращаются интересно кто стоит за бунтовщиками он нервно сглатывает и испуганно смотрит на вас в ваша светлость молю не спрашивайте о таком я не могу выдать своих братьев моих братьев со мной покончено но остальные это предательство так убеждение успех все успех война на планете не утихнет пока я не разберусь в ситуации но для этого мне надо встретиться с вашим лидером говори или я выпотрошу этот мир со всеми отбросами вроде тебя и твоих братьев ну окей давайте попробуем убеждение мальчишка медлит несколько секунд а затем бессильно опускает голову только бы вы сдержали свое слово опыта получено 9 я никогда не был в лагере никто из нас не был только главный видел человек из штаба тот пару раз привозил оружие и распоряжение говорил что за ним стоит большая сила чем он большая сила чем можно представить еще говорил что губернаторские псы поплатятся за карательные операции в поселениях сами они спрятались где-то далеко от простых людей у нас так все устроено чтобы если кого-то поймают остальных не нашли но я стащил у главного в окс думал когда убьем губернатора хочу найти штаб по координатам посланий и спрятаться там мальчишка выуживает из кармана в окс и протягивает его двам дрожащей рукой вот и все что я знаю ваша светлость предметы получены в окс повстанцев поврежденный в окс слогом переговоров повстанцев повставай и иди со мной даю слово вольного торговца ты будешь жить скисматик даровать повстанцу легкую смерть тех кто ждет снаружи подвергнут тебя куда большим учением чем я прощай догматик казнить повстанцем не надоели речи бунтовщика первая опция не дает мне понимания что с ним произойдет то есть если его отправят в тюрьму окей меня это устраивает на этом этапе а если его просто отпустят но это как как бы дикость глупости ну ладно попробуем первую опцию что хоть что и произойдет там еще убор а ну отлично повстанец ошарашено смотрит на вас а потом низко склоняется перед вами когда он заговаривает его голос дрожит ваша светлость спасибо спасибо за эту милость я и не верил что могу спастись офицер безопасности офицер стражи окидывает повстанца презрительным взглядом и переводит взгляд на вас ваша светлость я превозношу вашу отвагу позвольте я немедленно избавлю вас от присутствия этой крысы догматик с этого момента этот человек под моей защиты обеспечьте ему безопасное пребывание под арестом до следующего решения о его судьбе на справедливом суде и отправим его на рудники припроводите этого человека за пределы с усадьбы он свободен этот человек еще послужит янусу проконсультируйтесь советником и убедитесь что из повстанца сделают полезного сервитора о сделайте из этого ничтожества показательный пример освежевать живьем публично останки повесить напротив дома его семьи в назидание если кто-то попробует их убрать расстрел на месте нет но но нет что угодно только не догматик плюс четыре плюс один сервитор рад исполнять вашу светлость тащите эту падаль в камеру парни а нехрен нападать на вольного торговца вот в некоторых играх не хватает таких вариантов разных интересных устройство для дезинфекции дает плюс 15 бонус к устойчивости кстати сейчас на в этом самом в steam идет ссылка распродажа вархаммер инквизитор который насколько я понимаю рпг но экшен рпг да кто-нибудь пробовал она вообще как нормально нет так с этим разобрались больше ничего ваш светлость не обращайте внимание на эти трупы мы ждем когда усадьбу очистят полностью чтобы избавиться от этого мусора руки и лицо мертвеца покрывает мелкие нарывы которые даже после смерти продолжают сочиться с мутной сукровицей сухие ягоды сморщенные волокнистые плоды покрытые коротким пушком ну вроде все да услуги сюда мы все еще не можем зайти тэрэ тэрэ тэм тэрэ тэм тэрэ тэм новый владыка лорд капитану предстоит занять место теодоры фон валанциус в роли правителя протектората чтобы успешно управлять им вольному торговцу предстоит освоить аспекты своей новой власти каждый подневольный мир сокровище и источник богатств но управляя ими с разумом притворяя в жизнь новые проекты развития от каждой планеты можно добиться еще больших результатов это контракты да протекторат силен но пока он растет стабильные сытые владения неизбежно начинают разрушаться присоединив к собственной к своей собственности новую планету лорд капитан докажет что династия фон валанциус не утратил амбиции сил основать новую колонию заключить сделку с влиятельным партнером вольные торговцы обладают огромной властью и многие сильные мира сего желают союза с ними заключив договор с таким влиятельным лицом и обеспечив ему поставки ресурсов или богатств лорд капитан заявит о себе как о предприимчивом торговце нет это вот это контракты а это значит что другое исполнить на колонии сложный проект развития секретные сведения ну я так понимаю что на этой плане здесь мы пока закончили и можем отправляться на корабль чтобы повстанческую операцию провести так янус поисковая операция регион цинерус малификум место записи телекас эпсилон материал внутренний процедурный протокол записано восьмой мастер вокса вигдис сури отто толимон отчет об операции по беспощадному оскоренению подполья предателей империума на громире янус милостью его возглавил и осуществлял общее командование вольный торговец дарв из славной династии пон валансус наблюдательность успех помимо несомненной компетентности благословенного лорд капитана тому была и иная причина свидетельства указывающие на неблагонадежность окружения почтенного губернатора в яд опыта получено 64 информационная справка начало активных действий на планете яну зафиксирована подрывная деятельность врагов человечества их коварная пропаганда вызвала разложение в умах подданных империума ввиду чего мятежные настроения разделили простолюдины губернатор вестенца в яд допустив зарождение смуты в ее владениях дискредитировала себя ввиду этого ее грубые методы борьбы с мятежом как и ее слуги были признаны ненадежными власть и авторитет почтенного лорд капитана впрочем могли бы способствовать разрешению конфликта однако подразумевали использование личных ресурсов вольного торговца от успеха операции на каждом этапе зависело дальнейшее процветание любая ошибка грозила подорвать благополучие этой ценной колонии а значит нанести удар по благосостоянию протектората династии валансиус начало активных действий паза один из трех искоренение подполья в горах первым шагом в борьбе с мятежниками стало вытеснение их подполья из столицы и крупных городов благословенный императором лорд капитан рассмотрел несколько методик борьбы после чего избрал наилучшую благодаря данным собранным слугой почтенного губернатора в яд и проанализированным самим лорд капитаном планы атак мятежников были вскрыты и могли быть упреждены информационная справка логика методика упреждающих действий методика карательных рейдов методика пропаганды методика тотального наблюдения силами агентов господина ван калакса методика внедрения агентуры при помощи связи госпожи хейдари и требуется догматик последователь особе особая методика всепланетного молния у этих всех было шанс успеха сто процентов здесь шанс не указывается но я так предполагаю что он тоже сто процентов по приказу лорд капитана на янусе было организовано трехдневное всепланетное моление о спасении вотчины его из лап врагов человечества ритуалы и летание произвели впечатление на обывателей агромира вскоре начали приходить отчеты о том что члены подполья утратили расположение простого населения и вынуждены были покинуть крупные поселения боевые действия в джунглях основные силы повстанцев были рассеяны под диким покрытым джунглями места местностям планеты лорд капитану было приложено предложено несколько стратегий борьбы с ними медицина провал 79 больше 75 корабельные медики высадившиеся на планету для поддержки наступательных отрядов были готовы оказать раненым необходимую помощь информационная справка убеждения стратегия рейдов силами планетарного горизона гарнизона стратегия десантирования личной гвардии лорд капитана на абордажных шаттлах стратегия диверсионных налетов подготовленных господином весель версия нам стратегия массового наступления силами ополчения вдохновленного сестрой арджентой вы потеряете фактор прибыли у нет сто процентов сто процентов пятьдесят пять процентов но хоть на что-то нам арджента сгодится вдохновленные пламенными обращениями проповедников десятки тысяч подданных януса вооружились и словно яростная буря обрушились на джунгли презрев кровавые потери они истребили большинство повстанцев а прочих выгнали в лишенные ценности от островные местности во время боевых действий на планете было получено подтверждение того о чем уже догадывались и сам благословенный лорд капитан и его спутники за пунтовщиками стояли куда более страшные враги человечества несколько раз среди поражающейся черни были отмечены создания распознанные как поганые ксеносы эльдары надо было ее убить все таки помощница вестенцы в яд выдававшая себя за мутанта не была единственной на янусе разведка подтвердила наличие иных представителей этой расы на агромире опыта получено 9 удален груз дистанционное оружие оружие ближнего боя святые дары я так понимаю что это мы использовали для вот этого ополчения окей база 3 уничтожение лагерей подготовки отступив мятежники заняли оборону в своих тренировочных лагерях скрытых под напоросшим лесами архипелаги благословенный лорд-капитан рассмотрел несколько тактик обнаружения этих гнезд и смуты гнезд смуты и избрал наиболее перспективную взрывотехника уничтожение лесов наблюдательность поиск силами корабельных авгуров техника поиск силами адептус механикус благодаря связям господина хайнемана наблюдательность санкционированное псайкерское гадание возглавляемой госпожой тлас 60 процентов сто процентов сто процентов сто процентов сто процентов ну давайте хоть эту госпожу тлас используем для чего-то это же идира да в ходе псайкерского гадания ищущим знания было открыто на точное местоположение предателей империума по запаху их нечестивых мыслей бойцы планетарного гарнизона обнаружили лагеря боевиков и взяли их в блокаду получено опыта 9 итог операции заключение в результате действий лояльных империуму по сил повстанцы были вытеснены в изолированные области их лагеря были обнаружены и блокированы операция борьба о борьбе с изменниками человечеству подстрекаемыми ксеносами проведена успешно благодаря мудрости и воле святейшего лорд-капитана стало возможно окончательная ликвидация их богомерзкого движения которая была предоставлена лично вольному торговцу владыке мира янус и вершителю воли его получено 175 опыта мне нравится вот такой вот подход к повествованию то есть как иначе можно было бы показать да здесь что прошло какое-то время и что мы не просто вот из этого из столицы улетели и все завершилось нет у нас развитие событий постепенно с привлечением вернее с использованием разных персонажей их их сильных и слабых сторон да класс мне он мне нравится так почему символ здесь кажется сюда нам теперь надо на базу повстанцев муки пока оставим так у всех секеров есть два типа психосил малые и значимые красота а где наш корабль скота с которого мы высадились шаттл вернее атлетико спуститься или подняться столько зелени я не видел даже в наш марк оборотами а этот цветок я читал о нем в одном из из трудов чего-то там спуститься подняться подняться это внизу у уровень получили тыры тыры тым устранение ассасин совершает атаку оружием который использует данный момент это так и всегда достигает цель и наносит плюс 50 процентов урона также она наносит дополнительный урон равный 25 процентам от недостающего здоровья цели на время этой атаки значение уклонения снижение уклонений пробития брони и снижение парирование удваиваются я так понимаю это героически это героическое действие да ну круто чё направленный шквал мастер тактик размечает на поле боя область 3 на 3 затем он и все его союзники у которых в зоне видимости есть кто-либо из противников в этой области немедленно совершают по одиночной атаке которую позволяет оружие против случайного противника в этой области карнавал страданий до конца боя весь наносимый противником периодический урон увеличивается на сто процентов после применения других модификаторов этот эффект суммируется и может быть применен несколькими получать палачами великий стратег выбирает зону стратегического плана в начале следующего хода великого стратега каждый союзник внутри нее получает дополнительный ход с одним очком действия и двумя очками перемещения каждый противник убитый в этой зоне увеличивает количество передаста предоставляемых очков действий на 1 до 3 и очков перемещения на 2 до 6 так мастер тактик мы уже видели авангард до начала своего следующего хода авангард атакует каждого противника который атакует его союзников в радиусе трех клеток от авангарда также до начала своего следующего хода он всегда наносит удар в ответ есть атакуют его самого можем спуститься можем пойти по прямой давайте спустимся и получилось ну ладно ах ты ж тревога убить чужаков так паскаль если бы мы пошли по прямой положительно вышли бы где-то вот здесь джай хенрикс дар кассия эти белла начать бой первым ходит паскаль не добросишь и туда тоже сюда не попадешь давай сюда у какая там толпа то стоит на них ты не добросишь отсюда тоже нет есть шерсть что ты сразу двоих приложишь давай попробуем так а стоп нет сначала зоны передовая вне зоны видимости так вторая линия давайте вот здесь тыл давайте здесь векидация анализ целей перезарядка противник поднимает по одной уязвимости с каждого противника в радиусе пяти клеток от точки расположены на стене до 10 клеток от себя если в этой области находится только один противник оперативник снимать с него все уязвимости все союзники получают плюс число снятых уровне эффекта уязвимость грани нет нет пум-пум-пум-пума бонус выстрел с минус 2 огонь кассия так двигаться тебе не надо что давай выдержать взгляд выдержу тогда приказ отдаешь сначала приказ а потом особое поручение давайте оценим новую пушку джай о да приказ или думал он там спрячется он нет муки белых где-то в конце ходят только вау она вообще предпоследняя ходит что маловато минус 2 помощь шепот смерти хорошо минус 3 ок с этой стороны они могут подняться вот здесь и и джай так резня мгновенно представляет 6 очков передвижения дает два разряда способности рассечения но уменьшает значение ближнего боя дальнего боя восприятия на 15 до начала следующего хода персонажа воспользовавшись его стимулятором она-то закончила наши действия это плохо мы можем воспользоваться быстрее 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 на кибели отправив ее сюда и потом дав ей особое поручение она сможет их покромсать туда ты прыгнуть не можешь можешь прыгнуть сюда да нет так ты можешь прыгнуть сюда потом воспользовавшись вальцем смерти добивте этих дворах гранаты у тебя есть так что оставайся здесь так кейнрикс ты будешь нас прикрывать от вторжения с этой стороны наверное и и и и и и и и ну давайте допустим рвок сюда чтобы избежать ответной стрельбы и нет тогда себе поставь у тут еще один так теперь кибелла это можешь сделать вот так есть есть минус 3 хорошо у блин там боевой сервитор до него есть не допрыгнешь давай мы тебя обратно заберем хорошо так паскаль 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 где там это гнида засела так как бы на него воздействовать есть красота так вторую линию можно перенести касси 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 так 115 мы сначала делаем выстрел потом делаем устранение что бонусный урон по отношению еще дает бонус на то сколько у него уже не хватает здоровья а стоп перед этим лишь нажал сброс окей вопросов нет выдержать взгляд на кого применить ты не можешь так теперь у тебя свой ход тебе надо перезарядиться на гранату кинуть тоже неплохо вау когда я получу мельта пуску я уже не знаю артур привет у тебя нет на них видимости отсюда будет видимость урон вообще никакой прими машину отбрось плоть белла джай нет таки белла перемещение ладно нет не ладно она же ты ее оттуда не увидишь увидишь так прыжок карнавал страданий до конца боя весь наносимый противником периодический урон увеличивается на сто процентов после применения других модификаторов периодический урон и давай вальс смерти офигенная комбо а если было бы еще сейчас акробатическое мастерство в обратную сторону прям вообще белого прям огонь так джой 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 оставляем хенрикс это гранаты туда докинешь хенрикс нет стоп она отскочит отсюда и попадет туда ну ладно одиночный выстрел так кибело всего осталось пять врагов 1 2 3 4 5 паскаль 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 ты можешь выйти сюда и кинуть гранатку в этих двух минус 1 так передовая сдвигаем кассия ты можешь выдержать взгляд линия и приказ при нам нужно те нужен не приказ тебе нужно другое приказ давать дару который может бомб 95 процентов ну мы что в x-ком что ли играем болен кибело мало steam баланс на суши я не знаю но мне прям да мне кажется что есть немножко у нее прям ее навыки очень многому позволяют и убивать это я еще и пользу не пользоваться ими не особо не умею я кровавый навык ее вообще не использую хотя он тоже супер круто поэтому не исключаю что ее порежут так ты быстрей 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 а куда снайпер делся а наверх забрался а ты туда запрыгнуть не сможешь наверно да поэтому тебе давать очки действия не нужно так паскаль а а а тебя у у BA и а а а тоже неплохой вариант этот сгорел на работе ай 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 агментация данной единицы несут декоративный элемент не предусмотренные катахизисом эксплуатации и обслуживания фиксирую богохульство 14 категории ну и акробатическое искусство есть контакт у ёперный ты театр эльдарский страж ксенос сюрикен катапульта эльдары сверхъестественные про сверхъестественно проворны и могут улучшать свои характеристики ловкости и восприятия а также навык наблюдательности независимо от своих архетипов они также получают плюс 15 процентов шанса уклонения им плюс 2 к бонус к инициативе так и мы можем переместиться паскаль вставай сюда джай и всего двое до вставай сюда хенрикс сюда да остается на месте кассия кибела 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 отсюда ты не сможешь туда прыгнуть как туда вообще подняться вот здесь лесенка ну иди сюда начать паскаль папа папам передовая вторая линия и катит тыл вторая линия тогда давай вот сюда так ну попробуем с а еще отдачу у преграду уничтожил красавчик пупу 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 пума неплохо и приказ дарву пуск слабого места вне зоны видимости то есть как это вне зоны видимости зашипись зашипись после того как эта хрень была повреждена ты теперь не можешь сквозь это окошко стрелять логика ну ладно поиск слабого места да ё-моё этого я не стал трогать потому что им с ним разберется кибела у вау давайте сделаем кровавый обед от на кровавый дождь а то я не пользуюсь так и 1017 кровавый обед времени нет не нужно потратить 14 здоровья выбирает врага давай клятву его уничтожить нет по больному нет следующего это не то и оставляем так ты не можешь и дать бонус а как ладно бум-бум-бум-бум джай джай ты где ты здесь так дарва больше нельзя в этом ходу паскаль ну раздражает то тоже сойдет как обновленная виктория 10 минут назад вышла новая серия я там все все видно мою всю мою реакцию на обновленную викторию кстати по поводу времени время уже вышло на сегодня так что давайте прервемся как раз битва закончена перед тем как мы пойдем дальше то на сегодня закончим завтра стрима не будет как обычно по четвергам в пятницу пока планирует что что будет но по факту пока не уверен но моты ждите надеюсь что все про получится продолжать в пятницу будем продолжать warhammer виктория 10 минут назад вышла нулевая серия нового сезона через пять минут выйдет еще одна серия виктория интересно много изменений много на сегодня все пока пока пока